В России 8 июля День семьи, любви и верности. Отмечают его в память о муромских святых Петре и Февронии, которые считаются покровителями семьи. В этот день принято заключать браки и чествовать семьи, за плечами которых годы счастливой жизни. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в своем обращении к жителям Верхневолжия отметил, что этот праздник напоминает о неприходящих ценностях нашего народа именно в больших, крепких и счастливых семьях. Из поколения в поколение передается уважение к труду, любовь к нашей родине, родным и близким людям, бережное отношение к истории Отечества. Герои следующего репортажа вместе 67 лет. За эти долгие годы Елена и Ашот Аганесовы научились уважать, понимать друг друга, вырастили детей и имеют еще планы на эту жизнь. Мария Шалованова продолжит. В этом книжном шкафу семейный архив семьи Аганесовых. Здесь, за стеклом, Ашот Смбатович хранит дорогие сердце фотографии. На особым месте снимки сделаны и в то время, когда произошла первая встреча с будущей женой Еленой. Тогда молодые люди любили ходить на танцы, где и состоялось знакомство. В нашем возрасте, молодом, были два удовольствия. Пойти на танцы не жили один раз. Но я был уже военнослужащий, в том авиации были танцы. Там и познакомились. На танцы ходили и танцевали вместе. Прошел год с первой встречи. Молодые приняли спонтанное решение – пойти в ЗАГС. Спонтанное, потому что совершенно об этом не думали, вспоминает Ашот Смбатович. Проходили дни, проходили мимо здания, говорю, что это за здание шикарное такое. Она говорит, ЗАГС. Я говорю, ну пойдем туда. Я говорю, они говорят, три месяца. Я говорю, я сегодня уезжаю в другое место снова. Распишите, будем. Не распишите, мы уйдем. Расписали за течение одного часа. Все, пошел в ресторан, съели, выпили. К статусу жена военного Елена Ивановна была готова. Понимала, что у мужа служба на первом месте. Приходилось провожать в длительные командировки и ждать. Впрочем, конфликтов на этой почве не возникало никогда. Супруга вела себя мудро. Надо друг друга уважать, надо самое главное, и любить. И, конечно, нужно рожать детей, добавляет Елена Ивановна. Тогда отношения с супругом становятся крепче, а дом наполняется радостью. Одни из самых ярких воспоминаний семьи Аганесовых связаны с рождением дочери и сына. Когда рождаются дети. Вот Кариночка родилась первая. Было большое счастье. А когда родился и сын, то тут вообще два дня я играл. Детей Аганесовы воспитывали на своем примере. Атмосфера в доме всегда была дружеская. В любой момент можно было обсудить важные темы с любым членом семьи. Я помню, воспитание было все за столом. Когда собиралась вся семья, приезжали родственники, папин брат. И вот, сидя за столом, мы как-то дети воспитывались. И очень любили эти встречи, посиделки. Потому что вот, ну, из-под воль мы понимали, что на самом деле хорошо, что нехорошо. Родители всегда заботились о нас с самого раннего детства. Вкладывали всю душу, внимание, заботу. В этом году Ашоту Аганесову исполняется 94 года, а его супруге – 92. Оба – заслуженные и уважаемые люди, для которых важнее всего семья и дети, и внуки. Пользуясь случаем, наша съемочная группа поздравила наших героев с прекрасным праздником и пожелала крепкого здоровья и долгих лет жизни.